Там глубже еще третий слой, да, есть еще, там связано со второй, второй слой, а есть третий. Глубина озера ума, глубина. Вот там, в этой глубине, находятся ниточки незримые. Все твои связи с родственниками там находятся, и это реальные ники, реальные ники, вот она реально идет от одного человека к другому. Я, например, чувствую, кто слушает мои лекции, кто не слушает, а кто давно слушает. Потому что нить есть такая. Она, если я ее смотрю, вижу человека, я знаю, насколько мы связаны с человеком, примерно, насколько долго. Это все реально существуют, эти нити. В этом третьем слое. И через них действует судьба. А судьба, это уже песок этого озера ума, песок, песчинки. Они называются на санскрите карма-васана. Слово «васана» переводится как песчинка. А карма означает судьба. То есть песчинки судьбы находятся на глубине озера ума, в самом глубоком пространстве нашей психики. И это самое глубокое пространство выглядит в виде шарика, внутри которого находится душа. Там вот эти, она, они, этот шарик соткан из песчинок судьбы. И когда время, что такое время? Еще многое понятие. Время – это сила, которая все время движет, все вперед. Почему? В трудностях. Тело в старости. Что такое старость? В психике все увеличивается. Тяжелая судьба. В детстве очень много хорошей судьбы дается человеку. А с возрастом все больше испытаний дается. Потому что цель человеческой жизни – это испытание, не счастье. Счастье дается как наград. Поэтому с возрастом все больше испытаний. Маленький ребенок излучается счастьем. Всем нравятся маленькие ребенки. Что бы с ним ни делал, все счастье. Поцеловал попу – счастье. Маленький, это как бы, ну, хорошая. То есть от него исходит счастье. Но бабушку никто попу не целует. Потому что уже другая энергия. Ее по-другому любит бабушку за ее мудрость. С ее разумом уже контактный. А ее любят тоже. У нее есть любовь. Женщина всегда будет излучать любовь. До самой смерти. Она будет любовь излучать. Но любовь другая. Любовь соткана из мудрости. Из чистоты человеческого сердца. Другая любовь. Означает победа над судьбой. То есть человек с возрастом должен побеждать. С него начать. В этом смысл его жизни. Если он не побеждает, значит. Ну, зря живет. Будет страдать. Ворчает на всех. Есть бабушки, которые называют бабки. Это особая форма жизни. Они все время отходят и ворчат. Ну, это нравится, то не нравится. Бабушки, 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 старушки. Бабушки, бабушки. Ушки на макушке. Бабушки, бабушки. Это судьба жарим. Ну, вот как вас понять, мы, увы, не знаем. Ну, то есть человек работает недопольная. Думает, что это ей все другие люди мешают жить. На самом деле, судьба заставляет ее страдать изнутри. И это факт. Так действует судьба. Так время приводит в действие нашу жизнь, нашу судьбу. И человек должен учиться побеждать свою судьбу. Если он не умеет, значит, он не будет страдать. И может даже погибнуть из-за того, что не сдал экзамен своей судьбой. Надо учиться. Можно все побеждать. Надо знать, как. Попухоль означает застой каналов психических. Они застаиваются, и там скапливается вот эта энергия застоя. Нужно движение, которое разогревает канал. И нужен пост, который сжигает канал. То есть огонь. Когда человек постится, висит энергия огня. Из пищеварения идет сжигание. Поедает все ненужное в организме. Это такой. То есть движение плюс пост. На ранних стадиях может быть. Но поздних и надо просто удалить. А иногда это человек не может делать. Это значит, что он должен понять, что пришло время уходить из-за огонь. Такое тоже может быть слабость является первым признатым опытом. Человек чувствует, что ничего не помогает. Что-то ему слабость какая-то. Надо обследоваться сразу. Весь организм изучить, обследовать. Где-то он может найти все округли, дающие слабость. Это значит, что у тебя не хватает сил победителя. Силу любви все равно от природы. Движение на природе, движение на солнце, под солнцем, дает огонь на верхнюю, ожигающую болезнь. Движение на земле дает оборот, покаяние напряжение, спазм в организме проходит. Движение с концентрацией с любовью на свежий воздух, с концентрацией на воздух дает бодрость, силу внутреннюю, поносливость. Движение с концентрацией на деревья дает спокойствие, дает стабильность в жизни. И так далее. Движение с концентрацией на воду дает гармонию. Если ты чувствуешь, что не можешь общаться с людьми, у тебя дисфункции какие-то в теле, там организму-то, если общаться не можешь, значит, нет гармонии с водой. Нужно любить воду. Но движение, оно активизирует наши процессы взаимодействия с природой. Стоять и любить воду неэффективно. Нужно что-то делать, двигаться, идти, бежать, плыть и так далее. И любить, с любовью. Не думайте о том, что мне надо пробежать 5 километров, 5 километров. Надо дать с другого, убежать, убить. Память должна природе быть. Надо радоваться природе. В это время происходит выздоровление. Мы этого не знаем. Не придаем этому значения. Не понимаем, как действует память. И так узелок кармы изнутри выходит наружу. Время выталкивает его. Приходит время, и это происходит. Вот у девушки стресс. Почему? Потому что это было запланировано, вот это состояние. Уже судьбой саморождения. Пришло время вот этого зелок судьбы, связанного с надвижением сильным. Это влияние Сатурна еще, можно так сказать. Вот пришло это влияние, и вам стало тяжело. Вы думаете, парень виноват во всем. Вы не думаете, я просто сейчас говорю, как люди воспринимают. Они смотрят, ищут внешнюю связь. Вот этот человек испортил мне жизнь. Он меня сглазил, он подошел, я его простил, а мне все равно плохо. Значит, он меня сглазил. Они так думают. То есть они время, функции времени переписывают людям. И если человек так мыслит, он никогда не побеждает судьбу. Он как против. Почему? Почему? Потому что он не знает правды. Правда заключается в том, что вся судьба находится внутри нас. Если кто-то плохо там что-то сделает, то ниточка неслимая в результате влияния моей судьбы. Узелок кармы выходит наружу. То есть там, в сердце. Он начинает действовать на озеро ума. И ниточкой неслимой через моих родств, знакомых, близких, друзей, раз, и им в сердце входит. И они говорят, что он плохой человек на самом деле, а нехороший. Или я его не люблю, у меня холод к этому человеку теперь. Поднимите руку, кто остыл к близкому человеку, нет любви. Вот, пошла. От него вошла. Ниточкой неслимая в ту сторону. Результат реальной судьбы. Мы поддаемся на все это, говорим, ну все, у нас любви не будет никогда теперь. Мы не знаем, что это циклами происходит. Это все как волны. То накатывает, то скатывает. Все меняется постоянно. И человек уже бросил жену, бросил детей. А потом раз его накатил, а он уже, видите, назад ничего не сделаешь. Уже все поменялось в жизни. У нее другой муж там. И он думает, а что же я такое сделал? Это зачем? Потому что у нее нет знания. Он не знает, что это все приходит, уходит, надо подождать просто. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым. Чтоб порой от жизни получать радости скупы и телеграммы. Вот как надо жить, оказывается. Терпеть. Ждать нужно. А не типа, ой, у нас нет совместимости. Пошли и разводиться. Просто временное и время. Потом опять будет лучше. Все о голове идет в жизни.